Вы откуда-что меня знаете? Да, я вас много роликов просмотрел, наверное сто штук. Ну мы свидетельствуем о любви Божьей. Я вот захожу сюда по утрам, время больше нет на это. А вы кто будете? Как меня звать? Нет, по вероисповеданию. Христианин? Как? Криченый я. Вы христианин или мусульманин? Христианин? Ну вот тем более мы найдем общий язык. Я каждому советую, зайдите по скайпу, Игнатий Латкин, два слова, и через три минуты я вам скину все ресурсы. Не просто так, а именно богатство, громадное богатство, более обширного материала, как у меня нет в интернете нигде. Я знаю все, я смотрел ваши ролики все. Вот сейчас готовится у нас издание, у меня стихов моих, четыре тома. По 850 страниц каждый том. Кажется, стихотворение, 36 строчек, эпиграф из Библии. Понял. Вы сейчас в России живете? Вы заходите по скайпу, Игнатий Латкин, и в Википедию зарядите, по ней найдете. В Википедии Игнатий Латкин. И мы, я вам просто хочу подарить все, что у меня есть. У меня три канала в Ютубе только. Только в одном канале 23 тысячи своих роликов. 81 миллион просмотров. Эту речь я слышал. Погромче. Эту речь я слышал много раз. Ну, хорошо. Исполняйте, подражайте. Вы многое не можете сделать, что мы делаем. С нуля образовать детский лагерь еще никто этого не сделал. А я 45 лет его директор. Что-нибудь хотелось бы интересного от вас услышать? Интересного что-нибудь хотелось бы услышать от вас? Интересное, самое интересное, когда человек уверует в Бога и живет по Евангелию. Все. Все интересы сконцентрированы на Иисусе Христе, умершем за нас. И мы себе уже не принадлежим. Вот какое дело-то. Моя биография, вот если вы заряете в Википедии, Игнатий Латкин. Одна на весь мир. Повторяю. Одна, она без подражания. Этого нету. Я диссидент. Меня советская власть по тюрьмам мучила. Кто покажет это? Кого пытали? Кого, кажется, распинали? А я заплатил за это громадную цену. 26 лет жизни моей вычеркнули. Но они самые богатые были. А вот я вас сегодня, только что, буквально час назад, ваше видео осмотрел с Никитой. И у меня вопрос возник по поводу Никиты. Что с ним и где он как? Никита выехал уже давно, уже года два. Он приезжал сюда, как только 30 лет ему исполнилось, теперь его уже, дескать, не возьмут. И он отправился обратно домой. А что вы сейчас не знаете? Ну, он нигде не появляется, нет. Он все стер у себя, видимо, за это там их спрашивают, с кем перевели. Он у меня жил пять лет. Он сильно просился, я его не принимал. И он просился, и просился. Я тогда разрешил, он приехал. Я знаю. А связи нету никаких даже с ним? Никаких. Переписки с ним нету. Нету. У нас вот сообщество, где он нигде не состоит. А у нас вот сейчас по часам. Утром встали мы, вот мы стоим в 4.40. Я по Барнаулу говорю, Алтайский край. Молитва утренняя. Потом через 2 часа дозвон. Его нету нигде. А у вас есть какие-то чувства к людям? Что? Чувства к людям есть какие-то? А как же чувствовать? Вот человек сейчас только с одним разговаривал, бритый. И он ничего не слышит, не понимает. У него совершенно пустая жизнь. Но он знает, что без Бога жить хорошо. То есть он пятый раз женатый. Жена 15 абортов. Все нормально. И он сразу на меня навалился. Он сразу почувствовал не то, не по зубам. Он, о, это вы, о, о. Я говорю, ну вы сначала посмотрите, что есть. Заряди скайп, зайди. Я тебе все дам. Ему не надо. Он даже пальцем не пошевелил. А себя дует. Я говорю, зачем ты бороду сбрил? Это делают гомосексуалисты и подкаблучники. Вот у вас выбор небольшой. А то и другое может быть. Это понятно. А вот именно между знакомыми людьми, между знакомыми людьми, бывают какие-то чувства. На расстоянии. На расстоянии. Вот смотрите. Вот сейчас чувства. Вот мы готовим что-то сделать. Приехали люди из Ливана. Денег нет. Вчера уже объявили сбор. Теперь. Вот одна студентка. Она такая интересная. Молодая. И она в душе чувствует, что неправильно. Она себя бережет. Она девственница. И в церковь там. А в церкви, если узнают, что она где-то встречается с кем-то. Мое имя. Попы прямо из себя выходят. И вот она одна же едет в автобусе. А там разговаривает. Не продвинуться ничего. И они говорят о каких-то занятиях. И когда женщина одна сошла, она за другу говорит. Скажите, вы о чем говорили? Она говорит о занятиях. А где идут? В Алтайском государственном техническом университете. А кто преподает? Лапкин Игнатий Тихонович. А когда? Ну, вторник всегда. Это 16 часов. И она, говорит, назад пришла. И вот дальше начинается. Она теперь пишет все. Я зашла. Аудитория полная. На последние там одежда складывается. Вы говорили о втором пришествии Христа. И вот я гляжу, говорит, прямо напротив вас женщина. Встала и пошла. И туда стоит там, около стены. Я сразу сел, встал напротив. И вы на меня только посмотрели. Перестали говорить. И вдруг начали отвечать на мои вопросы. А у меня записано было, она, 7 вопросов. Вы в том порядке, и мне начали все их отвечать по Библии. Я говорю, я ничего не знаю. И при том, очень многие люди об этом говорят. Встретились, допустим, письмо. Я его не открываю. Я в содержании говорю, как я думаю о человеке. Я знаю, кто он. И она получила все. Приняла крещение. Была в лагере старшим воспитателем. Я не знаю, лет, наверное, 10. Сейчас она в другом месте. Вот как я думаю о людях. Я думаю, по делам смотри. Почему 2.18? Послание апостола Иака. Он говорит, покажи веру твою без дел твоих. Ну, ничего нету. А я покажу тебе, он о себе, говорит, из дел моих. Я вот сейчас этому говорю. Вы знаете, слово проблема. Да. Я студентом, преподавая в 5 университетах, я говорю, я это слово из своего лексикона убираю. А как? Нерешенный вопрос. Какой главный вопрос сегодня в стране? Нургалеев, министр внутренних дел, раньше сказал, 3 с лишним миллиона беспризорных детей, больше, чем в гражданскую войну. И что? Я образую детский лагерь. Строю строения, где спрятаться от непогоды. В краевом отделе юстиции регистрирую. Команда волонтеров. И я директор этого лагеря 45 лет. Если ребенок больной, уезжает здоровый. Наркоман делается, он никогда больше не прикоснется. Хулиган был, он перестает. 45 лет я с детьми. Притом, лагерь необычен тем, что возрастная группа от 7 месяцев до 72 лет. Бабушки, дедушки могут у каждого свое. Без помощи государства тысячи детей подняли. Конкретный вопрос. Давайте, делайте. И все исчезнет. Вот ко мне прислали человека одного показать. Какой он грамотный, еврей. Наум Израилевич. Привезли его, Дон Паптисты. Он три часа у меня был и вышел православным. Стал священником. А то евреи, евреи. Пусть каждый, через каждого один еврей станет православным священником. Становка другая будет. Дальше. У меня следователь ККБ обратился, стал священником. Почему? Это не мое, это Бог делает. Я добавляю, у меня нет гуманитарного, нет религиозного образования. Но 60 лет я у ног Христа учусь. И мне есть что сказать и показать. Деревня устроена православная, одна. А их разрушено 71 тысяча в Российской Федерации. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. Об этом даже речи нет. Я конкретно показываю веру, состоящую из дел. Разговоры про чувства, да. Женщина приняла веру, вы сказали. И да, беспризорных детей меньше стало, на самом деле. Я это заметил, заметил. А именно вопрос у меня возник к вам по поводу чувств от человека к другому человеку. Именно энергетические чувства. Бывает такое, чувствуешь человека на расстоянии. По поводу Никиты хотел вопрос задать. Вот вы несколько лет его не слышали. Есть ли какие-то чувства, может быть, возникают когда-то? Чувствуйте, может быть, у него в живых нету бы. А может, он живой? Недавно такой человек появился. Их сразу кинулись помогать ему. Женщина, на которую покушения были. Она написала, как ее там заманули в машину, потом в сарай, в сарай подожгли. Но она где-то доску оторвала, вылезла. Я только услышал. Я говорю, это обман. Этого нету. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, про поводу Никиты мне интересно. Я говорю, у вас минут 30 назад, даже час назад видел, в видеоролик с Никитой смотрел. Именно заинтересовал вопрос Никиты. Что с ним и как с ним? Вот вы говорите, много лет его не увидели, не слышали нигде. В интернете нигде. По поводу чувств. Вы чувствуете что-нибудь, может какая-то связь есть? Жив ли он или не жив? Как вы думаете? Жив, даже не думаю. Я не думаю об этом. Я знаю, что он жив. Я молюсь о нем. Каждый день молюсь. А как вы относитесь к Путину? Я говорю, это не сахарная баба. Раньше большие кубы при царской власти сахар был. Мне задание дано молиться за старей, за начальствующих. Я это делаю 7 раз в день. Каждый день. Я выполняю поручения Божие. На руках молитвы несу их. Из-за Байдена молимся, из-за Зеленского, из-за Лукашенко, из-за Рамзана Ахатыча Кадырова. Так значит за всех людей тогда? За всех. Чтобы Господь обратил их. Плохих тоже. Чтобы они не погибли. Чтобы они уверовали во Христа. Плохих тоже. А? За плохих людей тоже молитесь. Чтобы они были живы и... Конечно. Всевятыщие. Мы просим Бога. Написано молитесь за царей, за начальствующих. Я повеление Божие выполняю. За всех людей. Всех? За всех. И которые есть. Поднимаем руки и молимся. За тех, за заповедавших нам молиться. А потом добавляем и за незаповедавших. Отверзли им двери покаяния. Ибо за гробом нет примирения с Богом. Я добавляю. А как люди плохими стали? Отступлением от Бога. Бог сказал. Не вкушай от древа познания добра и зла. В день, в который вкусишь, в день смерти умрешь. А Ева больше поверила змею, который подполз. Сатана в виде змея. И неверующий Бога представляет его лживым. Апостол Павел говорит. И вот за то, что Ева вкусила, смерть перешла во всех людей. И уже умерло больше ста миллиардов людей за это время. А во Христе спасение? А как плохие люди не верят в Бога? О чем они думают? Ну, во-первых, как они веруют? Я такие, чтобы плохие, слово плохие, что надо понимать? Конкретно видно, что он вор, матершиник, там то другое. Хуже, хуже, хуже. Ну, что там хуже-то? Убийца. Что он там? Атомную бомбу сбросил. Вот что для меня за насильников? Насильник там какой-то. Мужчина насилует мужчину. Гомосексуалисты. Бог живьем сжигает. Рассказывали. Содом и Гоморра. Но, если он покается, при жизни, дано ему покаяние будет. Бог это простит. Как будто сделано было им. Возмездие за грех смерть. Шестая глава, двадцать третий стих послания к римлянам. Каким образом он пришел к этому? Именно с детства. Он вроде с детства не был же таким, наверное, да? Ну, недавно один такой. Я с Америки приехал, 23 года парень. Меня влечет к своему полу, к мужчинам. Я не могу вылечить. Я говорю, а я лекаря знаю. А что нужно для того? Деньги. Билет купить в одном направлении. А куда? В Саудовскую Аравию. И сказать, я гомосексуалист. Больше ничего не надо. Его начинают лечить. Руки назад. 25 этаж. Бошлик на голову. Вниз головой. Сто процентное излечение. А кто самым сильным грешником считается? Самый сильный грешник, отвергающий жертву Иисуса Христа. Об этом Господь говорит. И Дух Святой, придя, объявит людям о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в Меня, один грех. Человек гомосексуалист, убийца, все из-за того, что он неверующий. Если он верующий, ему на ум не придет, потому что там надо отвечать за все после смерти. Я много судился с властями и понял, что... А если он верует в Бога и вот такой плохой... Не верующий, он не верующий. Гомосексуалист, вор, гомосексуалист, вор, насильник, убийца... Нет, нет, он не верит. Если он верующий. Ну бесы веруют и трепещут. Написано, демоны, черки веруют, что они были на небе сбитые сюда. А если он такой есть, бывает такое? Он неверующий. Верующий говорит, рожденный от Бога не грешит и не может грешить. Это пишет ученик любви, Иоанн Богослов. Все-таки в этом сила. А? Все-таки в этом сила, в Боге. Да не все-таки, а в нем все. Господь сказал, 15 глава, 5 стих Евангелия от Иоанна. Верующий в меня, 3, 36, иметь жизнь вечную. Без меня не можете делать ничего. То есть гадости всякие можете, а так нет. Ничего человек не может без Бога. То есть вы не встречали таких людей, которые веруют в Бога и были плохими людьми? Ну веруют, он должен исполнять заповеди. Вера из дел состоит. Вера без дел мертва. Ее нет там, там смерть. Вера без дел мертва. Вы встречали нет таких людей? Ну, каких вот говорить я не встречал, но я встречался с людьми, которые совершали убийства. Ну, такие страшные грехи у него. И Господь их принял, они покаялись. Да. И при том, в крещении смываются все грехи. И в Деянии Апостолов, 2, 38, спрашивает Петра, что нам делать? Мы Христа распяли. Даже распяли Христа и им прощение. Христос на кресте молится, прости им. Они не знают, что худо творят. Я работаю на корабле, на корабле. А рядом со мной мусульманин. Вот сейчас я говорю, Ахмат, сейчас волной нас сбросило. А льдинки плавают. Больше пяти минут человек не может, у него застывает кровь. Я говорю, ты спасен или нет? Не знаю. Нет. Я говорю, а что надо? Добрые дела делать. Какие добрые дела? Корабль, он уже все, уже топовые огни погасли. А вы? Я спасен, за меня Христос умер. Он дарует мне жизнь вечную. Мои грехи он взял на себя и за них умер. Например, Евангелие от Иоанна 1, 29 написано. Верующий в Сына Божий имей жизнь вечную. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это картина Иванова в Третьяковской галерее. Явление Христа народу. Вот в этом все. Если уверен человек, Христос, омой меня кровью Твоею. Незримо. В крещении. Человек крещение принимает, он выходит совершенно новый. Рядом со Христом разбойник. Один смеется и говорит, ты, если сильный, спаси себя нас. А другой говорит, мы достойно по делам получили. А он невинный. Господи, помяни меня в царстве Твоем. Иисус ему сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Разбойник. Еще не сделал. Покаялся. И сегодня уже он там будет. А тело будет брошено. Псам. Собаки будут грызти. Я в 23 года после армии впервые в мире для себя Библию увидал. Я ее не видал. И я покаялся. А мне так много Бог давал. Кого рядом было, даже сравнивать не надо. В это время я поступаю в высшее мореходное училище, как университет морской. Добиваюсь разрешения. Конкурс 14 человек. Я его прошел, как говорит, нож сквозь масло. Дальше я сразу добиваюсь разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на английском все предметы, на немецком или на французском. Все самостоятельно изучал. И в этот момент я все время чувствую в душе пустота. Дали Евангелие. И к утру весь караван кораблей знали, что Лапкин сошел с ума. Такая перспектива. Я капитан дальнего плавания. Заграничный. У меня все будет. Здоровье 100%. И я Христа встретил. И во свете Христа все погасло. Игнатий Тихонович, а вы изучали когда-нибудь физику? Изучал. Пятерка стоит. До какого класса? Ну как? Я учился, заканчивал строительную технику, школа 10 классов. Физика любимый предмет у меня. Квантовую физику знаете, да? А? Квантовую физику знаете? Квантовую, это уже позже все пришло. Мне зачем это знать? У меня есть товарищ, который преподавал по этой, по квантовой физике в Томском университете. Немец, Менонит. Мы с ним встретились в моем доме. И он стал православным. Преподаватель в университете был. Молодой. Очень перспективный. Тут он заканчивает семинарию в Академии, сейчас магистр богословия. И он служит в Абакане. Фаст, отец Геннадия, он был Генрихом, в их крещении имя дали Геннадий. Это он все это знает. Мне уже не надо это касаться. Это когда-то было. За материю, пространство, знаете? Человек о пространстве, о времени ничего сказать не может. Это не вмещается. О времени и пространстве человек рассуждать не может. Только сказать. Ничего нельзя сказать. Ну хотя бы гипотезы. Не надо гипотезы. Надо знать точно. Господь говорит, я есть альфа и омега. Начало и конец. Все в нем, от него и к нему. Он сотворил. Скорость света какая, скажите? 314 вроде. 300 тысяч километров в секунду. В одну секунду 300 тысяч. Сейчас обнаружили галактики, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. И там Бог. И еще миллиарды световых лет. Бог везде и всюду. Как Бога человеку на кресте был одновременно в преисподней и одновременно в галактике. Как это? Никак. Мы должны помнить. Бог отец, Бог сын, Бог дух святой. Но не три Бога, а один. Как это? Святая Троица. А как это думать? И он думает и думает, Блаженный Августин. И вдруг видит, идет по берегу моря, а там мальчик маленький совсем, ну года три. Он раковинкой подцепит вон, набежит. И рядом ямка выливает. Он постоял и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я хочу вот это море, вот в ямочку все залить. Во-первых, песок все уходит. А во-вторых, ямка это же. А как ты подумал о Боге понять-то? И он головой там встряхнул, никого нету нигде. Божественные вопросы. 130-й, допустим, псалом. Давид говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. Я благодарил Бога, как отнятого ребенка от груди матери. Смерял душу свою. У меня вопросы возникают, но они не поддаются человеческому умышлению. Забывается, то песок протекает и слишком мал в мозг. Но то, что мне Бог дал, это сегодня удивляет людей. Вчера, то есть, как сказали, это вы все сделали за 8 лет. За 8 лет. Вот сейчас, как у меня в Википедии там поэт, писатель. У меня 4 тома издается стихотворение. Каждое стихотворение 9 куплетов 4-строчных. 36 строчных эпиграфов из Библии. 4 тома. Каждый том 850 страниц. 850. Ни одной строчки свободной нету. Все занято. 850. Примерно 80 поются, композиторы положили на музыку. Игнатий Тихонович, извините, я это знаю все. Ну вот так. Я поэтому ничего сам не знаю. У меня нет ни талантов, ничего. А Бог берет мою руку и пишет. Спрашивает, а как вы только написали Святая Русь? А ее сегодня только выставили люди там. К своему ролику мой подступили. Я молюсь на молитве. У меня на молитве как бы строка проплывает. Как бы. Я не вижу ее. Она там внутри. Я тут же, во время моления, у меня лежат рядом ручки, пачка бумаги. Я сразу записываю. Одна строчка. Кончили молиться. Я можешь в глаза завязать. Еще 35 строчек. 9 куплетов. 9, 4, 36. Я записываю. Иногда молитву не кончили. У меня вторая строка проплывает. Я опять ее записываю. 20 стихотворений готовых. А их у меня 3467. Вы хоть одно мое стихотворение слышали? Слышал. Ну какое? Назовите. Слышал, но не помню. Не помните? У меня одна просьба. У меня, Игнат Тихонович, одна просьба сейчас к вам, пока нас интернет не рассоединил. Но как верующему человеку прошу вас не выкладывать меня в интернет. Я не пойму, что вам нужно. От меня сейчас что нужно? В данный момент, вот, видеозапись вы ведете? Да вы ничего не говорите. Это я говорю. А вы ничего не сказали. Что за помирали-то? Вот до того не люблю вот это. Идем по улице, и все снимается везде. А вот меня, Игнат Тихонович, зачем мной распоряжать это? Это моя... Нет. Как верующему человеку... Не надо верующей говорить. А сегодня уже второй говорит. Это уже нехороший человек. Нехороший. Не надо меня выкладывать в интернет. Я никого не спрашиваю, выкладываю. Зачем вы такой преграду ставите? Не надо, не надо. Вы еще не знаете, записывается, не записывается. Это мое. Тем более вы ничего не сказали. Что вы боитесь? Вы же не мусульманин. Голову не отрежут вам. Я прошу вас, как верующему человеку. Не надо просить. Не надо просить. Это мое. Ну, опять. Ну, теперь уцепились. Все, я ухожу. Хорошо. Мне не надо, не полезно разговаривать с вами. Вы уже начинаете просто залазить в рот ко мне. Ради Господа.